Добрый день, Полтава! Здравствуй, Украина! Как обычно, мы в конце недели офис газеты КОЛО. Стоп. Информационное издание КОЛО, да? У вас как оно? Информационная группа КОЛО. А, группа даже КОЛО. 700 секунд, Татьяна Цирюльник. Ну что, стартуем? Стартуем. Поехали. Чем у нас запамятался тиждень? Давайте, может, с вчера начнем? Давайте обратно, да. Да, да, с Воротного боку. Дуже шикарно мы выцветкували и Тритю, и ярмарок, и триатлон. Вот Полтава, гордость за место, мы смогли показать. Вчера был на ярмарке, видел много людей, был концерт, дети, все это, конечно, приятно было видеть. Хорошо это. Да, я это называю гражданское общество. Воно у нас в Полтаве потроху формуется. Дуже добрый, позитив. Триатлон? Триатлон. Ну, там не обошлось без скандала. Сама организация чудовая. А в чем скандал был? Скандал был в том, что наша міськая влада пропиарилась на этом свете. Ну, было. Было, а я таки вважаю, что, если общество организовалась, а міськая влада просто выполнила свою работу, которую она обязана делать, потому что мы их выбрали на эту посаду, то не треба особо... А в каком месте? Честно. Я вчера не был. Я был в субботу, часов до 12, наверное. В чем вы увидели? В том, что, в принципе, песок на пляже завозить, это обязанность. А вот пиариться на этом недобре. Вот эти девочки с приветствием от мамы и я складывались вражения, что это наш городской голова все организовывал. Невнимательный я был, не увидел. Негарно. Просто я бачила там Ньюран, Паперчнюк, я бачила актив города, которые все это делали, организовали. И потом, как финал, ось вас витает мама и ось его листовка, он все это сделал. Это в финале это было после 12 часов? Нет, нет, это с первого дня было. Людям вручили... Ну, говорили, о власти... Негарно, не гарно. Ну, не будем опроценивать. Ну, давай, не, почему не будем? Есть кое-что. Значит, во-первых, как я увидел триатлон? То, что вы увидели, честно говорю, я не обратил на это внимание, несмотря на свою вредность характера. Да, было сказано, что, может быть, приедет мэр и, может быть, он что-то скажет. Но на этом все и кончено. Да, все, я вам привезли стилочки. Листовки я не видел, честно говорю. Я не видел. Меня лично, наоборот, порадовало, я ни одного политического элемента не увидел. Это меня порадовало. Я люблю эти буквы «Я люблю Полтаву» с логотипом родного места. Они были бог знает где, насколько я понял. Туда я не ходил. Да, да, да. Воно было далеченько, а воно было поруч. Ну, может быть. Все, бажаючи, вышли, пофотографировались. А, ну, пофотографироваться. Ну, вот в основной локации этого не было. Там, где основная локация. Далее. Я увидел вот что. Меня немного расстроило. Было очень мало полтавчан. Местных жителей, которые бы пришли поддержать спортсменов. В таком ключе было очень мало. Этого не отнимешь. Давайте посмотрим правду. Але спортсменов было много. Спортсменов было много. Иногородних, ребят, было много. Да, я читала відгуки иногородних в соцмережах, то они были захоплены. Вот просто. Мне очень понравилось. И на Поперчнук это расшарило, что хлопец приехал и говорит, ой, Полтава, это выявляется не провинция. Я вам скажу честно, мне очень понравилось. Само мероприятие в своей сущности было обалденное. Хотя я ожидал, что бег или велосипеды будут вдоль реки все-таки по стежкам. По дорогам, где-то в лесной части набережной. Но это все происходило здесь. Но это не мое решение. Ну, потому что нужно лучше благоустроить набережу. Конечно. Активное место прибрали. Честно говоря, я надеял... Но дорожки... Я подозревал, честно говоря, что Субботник весь и нацелен на том, чтобы вот именно набережную очистить. Ну ладно. Но полтавчане не пришли. Я когда увидел, что полтавчан очень мало, я пошел вглубь Леваты. Для меня все-таки это было интересно. Почему? Я немного был расстроен. Я нашел ряд пенсионеров, которые были недовольны тем, что не ходили троллейбусами. Да. Этого не отнимешь. Давайте говорить как есть. А почему они не протестуют, когда перекрывают на 9 травня дорогу? Когда газ дорожает или еще что-то. Ну вот, на 9 травня перекрывают дорогу. В чем проблема? Вы хотите протестуйте? Давайте так. Мы сейчас говорим об этом. То, что я увидел. Я понимаю, но есть люди, категория населения, которая всегда не задоволена. Это нормальное время. Они задоволены только пакетом с цукром. Люди делятся на две группы. Какая больше, какая меньше, мы сейчас не обсуждаем. А вот тут вторая категория, которую я нашел. Очень интересно я услышал. Мы устали от политического пиара и мы не хотим туда идти, потому что наверняка кто-то из политиков там приходится. Ну, конечно же, обличие мера было кругом на листинках, поэтому они и не хотели. Это отвернуло людей. Да тут не только в мэрии, как выясняется, проблема. Еще есть политические организации, которые изначально занимались этим всем, пытались раздуть. Изначально, даже в прошлом году, были элементы, когда беруны бегали по городу, помните центры? И были небольшие элементы политического пиара. И людей это немного отталкивает. Уже люди устали. Уже люди устали. Они хотят либо просто людей, пускай это депутат. Ну, вот я Геннадия Коваленко встретил. На нем не было написано, с какой он партии, областной депутат. Это я знаю, что он депутат. Я к нему подошел, я поздоровался, мы с ним поговорили. Либо я встретил Дениса Полищука. На нем нигде не написано было и с какой он партии. Крим-элитер, который стоял для фотографий «Я люблю Полтаву». Стоп, Денис Полищук совсем другого движения партийного. Вопрос не в этом. Я за те литеры сейчас не говорю. Ну, я их не вижу, честно говорю. Они стояли где-то в районе Сильпоговора. Да. Ну, я их не видел. Я крутился вот тут в локации и потом в глубь Левады пошел. Ну, это то, что я увидел. Что еще у нас такого? Областная сессия была внеочередная. Областная сессия, ну, тоже. Вона ничем не закончилась. Что про нее говорить, если не дошли до сгоди. Наши депутаты вкотре… Вкотре… В чем-то они пришли все-таки. Ну, в чем-то пришли. Участливо. Молодець. А с другой стороны, у меня была информация, что 250 самый дешевый. Из каких финансов роздаются эти квитки усим полтавцам поголовно, я не знаю. От, мы телефоновали міському главу, запитывали, он вислушал вопрос, потому что его так интересно, что интересуют журналистов от него. И просто поклав трубку. Вот вам. Как працюет, как співпрацюет міський глава за журналистами, до речи. Еще наступного тижня я анонсую, будет День журналистов. И тоже уже много всяких вопросов, про те, брать нагороду от мера, брать гроши от мера, и областная влада там будет витать. То у нас договоренность в редакции така, что если когось нагородят, то мы отдаем деньги на благодейность. Ну, если быть откровенным, честно вам скажу, меня пригласили, я не журналист, я буду идти. Готуйтесь до того, что вас назовут продажным журналистом. Не, без разницы. Дело в том, что мы с Лизой уже для себя решили судьбу того, что нам будет подарено, чем нас наградят. То есть, если это будет грамота, значит, это признание того, что последних четыре года я жил не даром, значит, я что-то делал, значит, я суспільно... полезная человек. То есть, это хорошо. Если это будет финансово, мы тоже уже решили с Лизойкой. То есть, судьба уже предопределена. Если да, то да. Нет. Ну, ничего страшного, мы на это не рассчитываем. Ну, вообще грамоты, это же совок. Где у света грамотами уже не наградят, это только у нас в Украине, и, может, надо как-то более прогрессивно до этого строить. А как? Вот, написали мы статью, влада отреагировала, там, например, шмак дилянки дороги отремонтировала. Вот это уже журналистское признание, я так считаю. И что вся наша работа, которую мы делаем, это не за грамоту. Это за то, чтобы что-то делалось, чтобы... Знаете, я сейчас за то с вами поспорить. А вот у некоторых певцов бывают золотые диски, платиновые диски. Это же как грамота. Ну, за то, что люди покупают, смотрят, слушают. У нас тоже есть такие диски, это наши перегляди. Перегляди, тиражей купленных газет и перегляди статей. Это наши с вами грамофоны. И еще там про детей тоже была такая сумна новина. У нас, ну, до дня защиту детей мы на первой полосе, на первой шпальте газеты выставили випадок с травмированием на дитячей гирце дитина. Да, я видел. Да, дитина теперь лежат на витяжке несколько месяцев. Через что? Через те, что понатикували гирок и потім мы за ними не дивимось. Ось, зараз час литних каникул. Зараз дети вси полезли на гирки. Ось я недавно прочитала поведомление від речника милиції Сулаева, что двое дитей уже травмувались на потягах. Они полезли на потягах. На кадетском корпусе я уже бачила дитей. Дитям нудно. Вони лизуть усюди. Падают. Травмуются. Зробить что-нибудь із цим. Відремонтуйте ті гирки. Їх треба не только натикать, а и доглядать за ними. Кто ту гирку встановил? Матковский. Она же дина баланси. Понимаете? Что самое страшное? Вона на совесті. Вона на совесті. У него дитина травмувалась. Відремонтуй. Я не знаю. У мене, моєму малому, не проводили в школі ніякого лікбезу. Ну, звісно, якісь там заходи безпеки в школі розказували. Але про те, що не лізь на поїзд, тому що тебе там шарахне током. Цього не казали. Я розумію, що всюди не вбережеш, але наші діти протягом трьох місяців ми писали з вами розписки в школі. Ми несемо відповідальність за їхнє здоров'я. І от якщо в школі трошки не дорозказали, то ми повинні прийти і розказати нашим дітям. На кадетський корпус не лізь, на дах потяга не лізь, з гірки спускайся обережно. Це на нашій совісті літо найбільш травматична пора року. Я за це переживаю. Ось почнуться, не дай Бог, випадки втоплення. Ну, все-таки, як ви вважаєте, родители самі по себе, вони несуть я абсолютно відповідальна за все, що я вкладаю в голову своєму сину і за те, що не вкладаю також. До речі, на пляжі, про те, що вони будуть йти на річку, я вчора була. Ви вчора були, так? Що ви побачили? Так, я поінспектувала. Ну, я побачила, що людей немає, але пісок є всюди. Пісок є всюди, підлампічили всюди, але підлампічили чим? Фарбою. На цеглу у нас грошей немає, щоб ті страшені туалети розтягати. Входи в воду? Входи в воду хороші, вода чиста, вона ще не скаламучена. Ну, там хочеться відпочити. А от і там, де ростовість підкошена? Ого, 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 ого. Що я вам скажу? Дублянський пляж найкращий. От там мені найдущі сподобалось. Там ще є спортивні майданчики, на перевагах реклами, йдіть на Дублянський пляж. Там от дуже багато всього зроблено для дозвілля. Це те, що я побачила вчора. Ну, і звісно, від цих гендалів нікуди не дінешся. Вони є всюди, але саме мене радує те, що є спортивні майданчики для волейболу, з якимись турніками. Щоб люди не тільки пиво пили. Медпункти. Ви не заметили? Жодного я не побачила медпункти. Я побачила тільки єдиний напис з мобільним телефоном рятувальників. Оце те, що було. Медпунктів нема. Інтересно, треба з медиками пообщатися на цю тему. Так, але з вчорашнього дня офіційно стартував купальний сезон. Будь ласка, плавайте обережно. Ми не хочемо про це писати, про випадки на воді. Особенно про дітей. Так, особливо про дітей. І коли йдете з дітьми, не беріть з собою пиво. Або пиво, або діти. Слідкуйте за тим, як вони плавають. Жорстко. А може так і потрібно? Так. Ну що, ось такі 700 секунд. Всім хорошого дня, хорошої неділи. Ближайша неділя жара, але не вся. Там кажуть, в пятницю помовить. І в четверг дождик все ровно, і опять температура упаде. Несмотря на це, лето прийшло. Всех с летом, всім с хорошим настроением. Всем пока-пока. Себе і своїх дітей. Пока-пока. Субтитрувальниця Оля Шор